Сразу после завершения очистки колодцев приступили к следующему этапу – промывке соединяющих труб. Начать решили с 16 микрорайона, где находятся 2 из 37 точек подтопления в городе. Отсутствие ливневой канализации, как таковой в городе Нефтьюганске, вот самое главное опасение. Вода скапливается и никуда не уходит. Юридически ливневая канализация участками, она существует, фактически же она существует в два раза больше, но проведенные работы показали, что часть колодцев просто закопаны где-то, не работает ливневая канализация. Требуются большие усилия, чтобы ее полностью очистить. Первый же день работы смогли очистить около 10 колодцев, тем самым запустив целую линию. Но чтобы это сделать, приходилось убирать огромное количество грязи, загнившего мусора и только потом промывать водой. У нас сейчас происходит промывание ливневых колодцев, уже второй этап, уже на завершении. Первый этап, получается, у нас была такая чистка колодцев. Вытаскивали грязь, песок, мусор, промывание троп, самих троп. Вытаскивание все это, песка, грязи, чтобы линия работала потом после дождей. Когда дожди пойдут, чтобы линия проработала. По словам рабочих, столь печальной ситуации поспособствовали и сами жители города. Ведь во время очистки колодцев были вытащены не только песок и уличная грязь, но и бутылки, доски и обертки. Я думаю, в большинстве случаев, конечно, жители, ну это наши ребятишки. Потому что из колодцев мы вытаскивали пластиковые бутылки, просто стеклянные бутылки, камни, доски, бревна. Оно само-то не могло попасть через ливневые колодцы. Открытый колодец, детишки просто посмотрели туда, ага, водичка интересная. Кинули камешек, кинули бревнышко какое-то маленькое. Получается, это потом все заходит в трубы, застревает и забивается. За два дня работы удалось устранить три точки подтопления. Две в 16-м и одну в 12-м микрорайонах. Теперь дождевые воды не будут скапливаться, а быстро уйдут в колодцы. Проблемных зон в городе станет меньше. Екатерина Балакина, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова